Так, ну что, дорогие друзья, сегодня у нас такой интересный день, сегодня 16 сентября, 19 вечера по московскому времени, сегодня у нас на эфире в гостях один из криптоэнтузиастов нашего сообщества призм, это Юрий Оставичук, это человек известен тем, что он сделал параиндикатор, это канал, на котором он показывает самую клевую удобную статистику. Могу отметить, что даже на призм.вип у нас не настолько четкая статистика, как у этого замечательного человека. Вот, и сделал также интересную таблицу в Excel с прогнозом того, сколько монет вы можете сгенерировать на своем собственном кошельке. Сегодня данный замечательный человек нам продемонстрирует, как этой таблицей пользоваться, вы сможете ему задать много вопросов, поэтому давайте поддержим Юрия, поставьте побольше огонечков и прочие моменты, вот, передаю слово, соответственно, Юрию. У всех приветствую. Вчера мы выложили этот файл на призм.вип, поэтому давайте сейчас включу демонстрацию экрана и приступим. Пока Юрий скажет, что демонстрация экрана, я вам скину ссылочку и в посте тоже самое, есть ссылка на призм.вип, вы сможете открыть эти документы у себя параллельно и сразу все смотреть, что показывает Юрий. Видно сейчас? Нет? Сейчас, пока видно черный экран. Сейчас, секунду. Ну вот, заходим по ссылке, которая была в посте, tag.prizm.vip, тут выложены все файлы, которые Влада выкладывает, и есть ссылка на сам файл паракальк.5.3. Скачиваем его, открываем, то есть этот файлик открывается только на Windows, пока что на других операционных системах он не разработан. Поэтому открываем его. Работает в Microsoft Office от 2019 года и выше. Если у вас Microsoft Office предыдущих версий, то нужно будет установить дополнительную надстройку, которую я уже публиковал. Вот, когда мы открываем этот Excel, вам сразу предлагают разрешить редактирование этого файла. Мы должны обязательно согласиться и также разрешить работу макросов. То есть, Excel вас предупреждает, что есть дополнительный текст, прописанный в Excel, который требует разрешения на работу. Вы соглашайтесь с ним. Теперь я подготовил тут некоторые кошельки. Скопируем их и вставим. Тут есть кнопка «Очистить», то есть можно удалить эти кошельки, чтобы вручную не удалять. То есть, кнопочка может очистить, и вы можете изменить, вставить другие. Переходим на вкладку «Report». Здесь сразу нажимаем вот эту кнопочку «Обновить». Думаю, уже многие знакомы с этой таблицей и пользовались, но так как есть и новые участники, мы пройдемся немного по функционалу. Сейчас по API-запросу таблица обращается к ноде и загружает данные по этим кошелькам. Что мы видим? Мы видим список этих кошельков, которые мы вставили, баланс этих кошельков, hold, то есть те монеты, которые не участвуют в парамайнинге, структура всех этих кошельков. Потом последователи, то есть сколько кошельков под вашим адресом находится. Множитель. Активный баланс – это разница между вашим балансом и hold, то есть именно та сумма, на которую насчитывается парамайнинг. Старт – это дата, в которой был запущен форжинг и словлен блок, то есть чаще всего это именно дата создания первого блока. Но если вы делали исходящую транзакцию после первого словленного блока, то будет дата прописана этой исходящей транзакцией. Дальше – дни в hold. То есть просчитывается от этой даты до текущего дня, сколько это в днях прошло времени. В этом столбце ваш парамайнинг с учетом гибридного, так как мы знаем, что кошелек, который находится в hold статусе, он получает на 50% больше, чем обычный кошелек. Дальше – эквивалент этих монет в долларах. Можно валюту поменять вот в этой ячейке. Нажимаете вот тут, где цена – USD. Нажимаете тут на треугольничек и открывается меню, где можно поменять валюту. Например, давайте сделаем рубли. Нажимаем кнопку «Обновить», чтобы случился перерасчет. И вот сумма отобразилась в рублях. Тут можно расширить, если не видно. Дальше здесь мы видим суточную добычу по этим кошелькам. Также сумма в рублях, которую добывает каждый из этих кошельков. Статус – это сколько прошло блоков от вашего последнего, который вы получили. То есть, например, вот этот кошелек сегодня получил блок, потому что, так как в сутках меньше, то есть должно быть 1440 блоков в среднем, этот кошелек получил сегодня блок. Другие кошельки, вот, например, вот этот, у него 96 тысяч. Это значит то, что он через 4000 блоков потеряет холд статус, и у него вот этот парамайнинг пересчитается на 50% меньше. Поэтому я вот подобрал специально такой кошелек, чтобы вы увидели то, что нужно быть внимательным за этим полем, чтобы не потерять лишние монеты. Либо у вас сама нода не форжит блоки, или отключился свет, или по другим причинам. И лучше уже сделать сейчас транзакцию исходящую, чтобы не потерять хотя бы те монеты, которые уже накопились. Дальше паратакс, то есть это налог, который постоянно уменьшается у кошелька, которого в холде, так как у него добыча постоянно растет. Ну и тут информация по самим блокам. Сколько блоков этот кошелек словил, какую общую комиссию этот кошелек получил. Эти все данные можно посмотреть и в самой ноде, но здесь удобно тем, что вот в этом верхнем поле подсчитывается сумма по всем полям, которые вверху. То есть вы ввели своих, вот в данном случае 14 кошельков, и у вас посчиталась общая сумма по всем кошелькам. То есть вы видите, сколько у вас парамайнинга на всех кошельках, сколько добывается в общем. Это удобно, потому что в ноде этих данных вы не сможете увидеть. Ну и в принципе все по данному меню. Если у вас есть вопросы, можете задать их. Так, Юрий, может быть я немножко добавлю? Ребят, смотрите, что важно понимать. Конечно же понимать, что находится в макросах. Как это проверить? Давайте я вам покажу, как это проверить сразу. И каждый сможет сделать новые коды и посмотреть это самостоятельно. Так, Юр, можно секундочку выключить эти мастер-классы? Да, сейчас это второй раз, я немного теряюсь куда-то заходить. На Telegram мы сейчас провели, пообщались и показали. Да, прекрати трансляцию. Ну вот. Смотрите, теперь что мы делаем. Когда у нас изначально просят открыть таблицу, да, у нас пишут про скрипты, про макросы и так далее. Где их можно посмотреть? У нас есть много разных вкладок, соответственно, да. Где вот на месте Юрии еще не показалось эту табличку, которую он доработал. Это отдельно по структурной, сейчас Юрий добавит все. Но нас интересует, тут некоторая вкладочка, называется она вид. То есть мы заходим в вкладочку вид. Заходим в сами макросы. Вот и находят, видите, макросы. Соответственно, вот тут создается весь код. Если вы хотите сделать аудит кода, вот тут у нас есть, получается, соответственно, несколько макросов, да. 4, 6, 8, 10, 12 макросов. То есть мы заходим на добавить API, видите, нажимаем кнопочку изменить. И вот тут, соответственно, мы видим весь код. То есть если кто-то переживает, что что-то там уходит, не уходит, вы открываете этот код, вы даете на аудит любому программисту, и программист смотрит, насколько это все безопасно. В данном случае я провел там на днях аудит версии 5.2, да, которая была до этого. Все было четко, никаких проблем я не нашел. Соответственно, вы можете нажать на каждой API или заказать там банально аудит на таком портале, как коворк, да, и посмотреть полностью, какой код за что отвечает. Вот так пишутся все макросы, это просто код, который вписывается в данные значения. Еще раз кнопочка вид, кнопочка макросы, и все, что есть в Excel, по факту вот тут полностью находит. Да, у нас есть только, берется цена, да, извне, вот, цена. И цена, в принципе, написано, откуда она берется. В принципе, есть код, как найти, показал, в эфире сможете все пересмотреть. Вот, по вопросам пишите, пожалуйста, в тексте вначале, да, на канал, после этого уже будет голосом. И Юра еще нам забыл показать очень классную штуку, соответственно, полуструктурно. Помнишь, что он расписывал полуструктурно? Да, сейчас включу демонстрацию и продолжим. И по вопросам по текущим, да? Так, ну, в принципе, еще вот вкладка калькулятора. Здесь вы можете ввести свой кошелек, нажать кнопку обновить, и вам посчитается, когда у вас будет красная зона. То есть, наподобие официального калькулятора, я думаю, вы, если знакомы с официальным калькулятором, здесь несложно разобраться. Одно, единственное поле, которое не все, наверное, понимают, тут есть написано, что это значит, это вот среднесуточная эмиссия. То есть, вы, если пропишите сюда нолик, у вас сделается расчет при фиксированной эмиссии, как это происходит в калькуляторе. Если же сюда ввести, например, вот в данном случае 700 тысяч, нажать кнопку обновить, у вас идет расчет с учетом усложнения добычи. То есть, это более точный прогноз, когда именно будет... Так, это у меня звук пропал. Так, ребят, если вас не слышно, напишите, пожалуйста, чтобы было понятно. Юрия пропала связь. Так, ждем-то сейчас, пока Юрий подкручится. Да, ждем пока Юрия, смотрите. Так, у кого есть вопросы, я сразу включаю микрофончики. Ребята, у кого есть вопросы, я включаю все микрофоны, сможете узнать, сейчас Юрий нас подкручит. Да, возможно, им кто-то или позвонил, или прервался интернет, сейчас подождем. Вот, я увидел, три микрофончика я включил. Вот, соответственно, что нам нужно знать по таблице, что, в принципе, она очень удобная, можно прогнозировать полностью добычу. Вот, на призм ВИП постарались повторить отображение гибридного майнинга, да, в кошельке, чтобы вы это видели. Вот, но, соответственно, по табличке можно еще раз пробежаться. Все, Юрий, подключился, отлично. Все, Юрий, передаю слово. Да, что связь немного потерялась. Все хорошо. Ну, в принципе, по кошельку, я думаю, разобрались по калькулятору самому. Дальше были вот такие вкладки. Раньше только на 1 миллион и на 10 миллионов. Можно было посмотреть, какой расчет для каждого кошелька с усложнением эмиссии. То есть, я добавил вкладки с нулевой структурой, с тысячной, с десятитысячной и так далее. То есть, для каждой, даже для одной миллиарды, которой еще ни у кого нет, но как бы расчет есть. И последняя вкладка, вот, это общие балансы по, то есть, вот эти все вкладки объединены в одну. Получается, вот, она разделена на три столбца. Первая – это срок действия зеленой зоны в днях. То есть, мы видим, например, сейчас будет 3 миллиарда 120 миллионов. И мы видим, у кошелька, у которого, вот, написано, баланс от 100 тысяч до 110, именно эти кошельки взяты в расчет. И у которого нет структуры, например, ему нужно в холде быть 1511 дней. Стоит ему подставить в свою структуру одну тысячу монет, и у него сразу день наступления красной зоны переходит на 693 день. И так далее. То есть, чем больше у вас структура, тем меньше дней вам... Так, походу, опять попала связь у Юрия. Нужно ожидать. То есть, много... Слышно меня? Так, да, 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 есть звук. Ты немножко пропала, смотри, люди говорят, что у них таблица немножко размытая. Ребята, у кого есть возможность, скачайте, пожалуйста, таблицу. Вот, но будет в любом случае запись, на записи все будет у вас очень видно четко. Так, и после того, как мы зайдем это на YouTube. Как сейчас видно? Так, секунду подбужается. Привыкая к тому, что тебя добивает подтопливает, и там отображается картинка спустя там 3-3 секунды. Да, по таблице у меня лично видно четко, но, знаешь, мне что-то понравилось, что вы держите какую-то там секунду-3 секунды, чтобы продолжаться успевал. Сегодня я выложу на канале саму картинку, то есть у кого уже есть эта таблица, может просто скачать картинку и посмотреть. Далее, вот во втором посередине, вот второй столбец, можно сказать, здесь среднемесячная доходность. Я думаю, этого показателя не хватает нам даже в самой ноде, потому что мы видим множитель, там, например, здесь 10-миллионная структура, 100 тысяч на балансе, 0,94. Но этот процент в сутки ничего не говорит, потому что есть еще паратакс, есть еще эмиссия, которая влияет. Поэтому я сделал расчет, сколько в месяц добывает кошелек при разных структурах. Вот сейчас видим, например, то, что я уже смотрю на эмиссию 3,120, потому что она уже в ближайшем месяце, я думаю, будет. Мы видим кошелек, который без структуры в период зеленой зоны добывает 1,96%. Кошелек уже с 1,000 в структуре сразу начинает добывать 4,28%. Это в среднем в месяц, в период зеленой зоны. И также мы можем посмотреть, например, у кого есть 10-миллионная структура, сейчас он добывает до скачка. Скачка эмиссии 6,87%. Как только скачок произойдет, у него это среднесуточно пересчитается и уже будет 6,59% и так далее. То есть некоторым людям, кому сложно эти просчеты делать, уже есть готовая таблица с примерными процентами доходности. И те же самые проценты можно посмотреть в третьем разделе, где годовая доходность. То есть видно то, что с 10-миллионной структурой добывает сейчас 82%, но уже немного меньше, так как мы подблизились к скачку. И после скачка или в момент скачка будет 79,12%. Ну вот такая таблица, я думаю, если вы ознакомитесь, разберетесь, то это будет достаточно удобно. Особенно для человека, который не знает, у него, например, 1 миллион и стоит ему увеличить до 10 миллионов свою структуру или нет. Это вот мы видим разницу, что с 1 миллионом у тебя 71%, 71,82% в год, а с 10 миллионов 79,12%, то есть на 8% в год больше. И если вам это интересно, вы стараетесь увеличить свою структуру, развивать, рассказывать. Вот так. Есть и для 100-миллионной структуры, также некоторые кошельки имеют, это достаточно редкий случай, но некоторые участники имеют и такую структуру. 1 миллиард еще никому не удавалось, но вот расчет уже есть, если вдруг кто хочет собрать себе 1 миллиард, он будет видеть, какая у него доходность может быть. Ну, я думаю, на этом пока что все, по самой табличке, если есть какие-то вопросы. Да, вопросы у нас были. Да, вы тянули руки в 3 человека, можете просто включать микрофон, задавать ваш вопрос, чтобы Юрий мог показать вам ответ на ваш вопрос. Кто не задавал еще, можете тянуть руку вверх, да, или задавать вопрос прямо в чате. Или всем все понятно, или никому ничего не понятно. Тут только два варианта у нас. Я бы поначалу сказать, но мне с таблицей очень тяжело было разобраться, там открыло столько всего разного. Вот, задает вопрос Александр, походу не работает, у меня микрофон. Юра, привет. Вопрос. Там был кошелек с минусовым паратаксом. Такое может быть? В самой таблице сделано так, что сам как паратакс рассчитывается. Есть множитель у кошелька, и когда уменьшается, то есть когда ваша добыча вырастает больше, чем множитель, вот у вас показывает отрицательный паратакс. То есть, по сути, если у человека, например, 100 тысяч на балансе, у него множитель 0.94, это значит, что до введения паратакса он мог добывать 940 монет в сутки. И получается, если у вас паратакс вырос и ушел в минус, это значит, что у вас суточная эмиссия больше, чем 940 монет. То есть, она больше, чем сама изначальная доходность. То есть, это случается вот в конце зеленой зоны, и можно написать 0, то что паратакс 0, его нет, а можно посчитать, насколько больше ваша доходность, чем сам множитель. Поэтому вот выходит, что минусовая. То есть, на самом деле, это не минус, а плюс относительно множителя. Не знаю, если я доступно объяснил, но в общем, в расчетах таблицы это нормально. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос у нас задает Ник Рогью. Вроде бы правильно прочитал. Вопрос заключается в чем, да? Что будет, если 100 тысяч блоков прошло и кошелек не входит? Почему Юрий сказал, что нужно сделать исходящую транзакцию? То есть, смотрите, есть в системе Стрелок, который может вам прислать какую-то монетку или вообще отправить смс, когда у вас нет защиты на кошельке. И после того, как вы получите эту транзакцию, у вас сбьется параманинг, то есть он зачислится вам на баланс. И чтобы этого избежать, вам желательно до того, как будет 100 тысяч, сделать самим это с кошельком, чтобы вам зачислилось параманинга больше. Если вы не сделаете, то вам помогут это. По крайней мере, очень многие кошельки так страдают. Если посмотреть по блокчейну, то можно в этом убедиться. Так, ну все, спасибо большое. Ребята, у кого еще вопросы, не стесняйтесь, мы не писаем, задавайте ваши вопросы. Могу добавить по этому поводу, как избежать. Сейчас конкуренция есть, потому что 7 тысяч кошельков у нас на форжинге в холд-статусе. Еще там около 200, которые свыше балансом. И получается всем этим кошелькам нужны блоки. 100 тысяч блоков на всех. И со временем, когда этих кошельков будет становиться больше, нужно будет повышать баланс самого кошелька. То есть на холд докинуть немного монет, чтобы повысить вероятность ловли блоков. Вот в такой ситуации, когда у вас, например, будет доходить статус до 80 тысяч, у вас там остается считанных дней, дней 10, вы можете докинуть на холд, чтобы не потерять холд-статус. Ну это пока что никто этим не пользуется, но в будущем, я думаю, это хороший вариант, чтобы оставаться постоянно в холд-статусе. Все, большое спасибо, Юрий Ждемич, ответ. Так, ну, смотри, Вишчат, то есть в происходящей транзакции получаешь гибридный параманинг, а если стрелка попала, то гибридный не получаешь. Верно ли я понял? Ну, не совсем. Суть в чем, что на 100 тысяч блоков вам нужно поймать новый блок. Если вы блок не поймаете, да, за 100 тысяч блоков новый, то, соответственно, гибридный к вам не зачислится. То есть, допустим, предположим, есть такая ситуация, у вас на кошельке 100 тысяч монет, вы поймали им блок, вы намайнили 50 тысяч монет, но в период, получается, тысяч блоков, это у нас 3 месяца, знаете, ошибаюсь, Юр, ну, плюс-минус, да, 3 месяца где-то. Микрофон не включил. 69 дней там с копейкой. Ну, значит, где-то 2 месяца. То есть, если вы период 2 месяца блок не поймали, и, ну, как получилось, да, и не зачислили себе парамайнинг, то, когда вы вышли из холк-статус и вам скинули монетку, то вы получите, допустим, не 50 тысяч монет, а меньше, да, там, порядка 35 тысяч монет. То есть, нужно быть внимательным в этом плане, тогда все будет будет. То есть, ставить ноду для форженг и убедиться, что вы поймали блок. В том числе, вам поможет табличка. У кого есть вопросы, протяните руку, задавайте голосом или пишите в чат. Так, вопросов вроде я не вижу. Тогда, ребят, давайте немножко вам дополним. Некоторые функционалы есть в ноде, да, по которым может стать сумма монет и так далее. Вот, если бы, наверное, не Юрий, мы бы не сделали бы данную доработку в ноду, да, это не первый, не последний мод, который мы делаем в нашу ноду. Давайте я быстро покажу, чтобы после эфира вы могли также поставить дополнительный мод в вашу ноду, потому что записи у нас на канале не было, и сейчас, думаю, можно как раз-таки показать. Что нам нужно для этого? Сейчас включу демонстрацию экрана. Так, вот, есть демонстрация экрана. Что нам нужно? Мы заходим, соответственно, туда же, на призм.вип, да. Что мы делаем? Мы плюсик, пишем, соответственно, призм.вип. Призм.вип. Это называется домен. Субдомен, когда вы делаете приставку, да, соответственно, течь призм.вип, форум призм.вип, там, валид призм.вип. Это все субдомены. То есть мы зашли на субдомен, нажали файл и скачали, соответственно, мод версии 1. Призм.кор.мод.версии 0.1. Что мы делаем? Мы скачиваем. Это конкретно на Windows, на Linux, немножко другая ситуация. Там нужно скачивать через команду в get и менять полностью файлик. То есть мы видели вот UI, видите? И тут есть полное описание, что с этим делать. Соответственно, открываем текстовый документ, и тут написано, да, обзор видно, дни холода, гибридные маленькие и так далее. И тут 9 параметров, которые у нас отображаются. Дальше. Тут расписано, как вручную вы можете это сделать самостоятельно, если вы не доверяете данному коду. Вы просто повторяете все, как есть, у вас будет такое же отображение. Вот. А что мы делаем? Мы эту папочку UI распаковываем просто тупо в ноду. То есть что мы делаем? Мы выключаем нашу текущую ноду, нажимаем правую мышку в shootdown, например, да, если у вас Windows или на Linux через API-запрос. Открываем наш призм-каталог, свойства расположения файла. Заходим в папочку HTML. И вот эту папочку просто распаковываем сюда. Сделали. Заменили. Нажали продолжить. Все готово. Теперь у нас будет видно вкладку. И с момента, только вам нужно в ноду добавить админ пароль. Админ пароль меняется у нас в самой ноде. То есть в свойствах на Windows вот тут в конфигураторе. Вот тут есть конфиг, призм-конфиг. А на Linux меняется отдельно. Вот папочки конфигуратор вот тут в тексте. Можно менять и тут, и тут не принципиально. Самое главное, чтобы у вас был пароль админа. Мы заходим в нашу ноду. У нас появляется вкладочка форжащий аккаунт. Для того, чтобы у вас корректно отображалось все, то вам нужно найти настройки, выбрать, соответственно, поле пароль админа и добавить сюда пароль. Если у вас админ пароль, допустим, 4 единицы, то мы сюда вводим 4 единицы. И тогда у нас в разделе форжащий аккаунт и будут показаны списки всех кошельков, которые у нас на форжинге. То есть, чтобы наш ноду форжилось, что мы знаем, нам нужно иметь от 1000 монет. Раз. Поставить все на форжинг. Соответственно, нажать на эту кнопочку ввести приватную фразу. И после этого убедиться, что у нас вот сюда введен пароль админ, который у нас указан. И переходя на форжий аккаунт, мы видим список всех кошельков, сумму монет, время холда и так далее. Но таблица более удобная, потому что там более полный функционал. В Prism Core такого функционала нет. Надеюсь, я показал. Эдуард, вижу. Тяните руку. Я микрофончик включаю. Можете задавать ваш вопрос. В принципе, то, что хотел показать, я вам показал. Так, как понимаю, вопросов у нас нет, но самый короткий эфир получился полчаса. Ну, я могу добавить, разве что, по статистике, которую выкладываем на канале, на прокалке, немного обзор сделать. Это будет очень круто. Так, сейчас сделаю трансляцию. Так, где-то я тут скачал уже. Ну, вот таблица за 14 сентября. Что мы здесь видим? Общая статистика вообще по блокчейну выгружается по всем кошелькам. То есть, вот количество... Видно у меня, да? Нормально все? Видно, отлично. Видно статистика по кошелькам, то есть разбивка по балансам от одной монеты до 100 и так далее. И потом, следующая колонка, это изменение. Изменение этих балансов за сутки, так как вот количество дней указано один день. То есть, видно то, что, например, кошельков от 100 тысяч добавилось 23 кошелька. Видно, какой баланс у всех этих кошельков. Дальше видно, как изменился этот баланс в течение суток. Какой параманинг у всех этих кошельков. И какое изменение в течение суток произошло. То есть, можно увидеть, кто больше всего добывает монет. Вот, например, видно то, что за сутки все кошельки получили, можно сказать, расчет. Вот то, что у вас на параманинге увеличилось за сутки. Вот у всей системы это было 773 тысяч. Вот здесь суточная эмиссия 58 тысяч. Я выбрал вот день, когда была малосуточная эмиссия. Здесь вот общий баланс. То есть, баланс генезиса какой. Далее, вот второе. Это кошельки в холл-статусе. То есть, выделены только те кошельки, которые имеют сфорженные блоки, соответствуют балансу от 1000 до 110 тысяч. И мы видим также, вот сколько в течение суток добавляется каких-то кошельков. Какие-то теряет. Вот это поле, которое не подписано. Это те, которые... Кошельки, которые потеряли холл-статус. В данном случае было 19 кошельков. Потерять холл-статус можно по-разному. Можно как уменьшить свой баланс, то есть, вывести монеты. И если ваш баланс будет меньше 1000 монет, этот кошелек автоматом не может форжить. И в статистике он считается, что потерял холл-статус. Потом кошельки, у которых проходит 100 тысяч блоков, они также попадают в эту статистику. Видим общий баланс. Сколько всего монет, которые участвуют в холл-статусе. Как изменился этот баланс в течение суток? То есть, мы видим то, что 1 800 000 монет добавилось в холл. То есть, видно то, что спрос на холл-статус есть. И если посмотреть статистику за последние месяца, мы очень много монет ставим в холл. Также вот парамайнинг. Сколько было насчитано всем кошелькам? Какой общий парамайнинг у этих кошельков? И форжеры. То есть, кошельки, которые не имеют холл-статус. То есть, у них больше 110 тысяч, и они также форжат. Видим количество кошельков, их баланс и так далее. И внизу средняя эмиссия. Как она рассчитывается? То есть, берется количество дней в году до сегодняшнего дня. Эмиссия, которая была на первый день года, отнимается текущая эмиссия от той эмиссии и разделяется на количество дней. И мы получаем среднюю сумму. Для чего она нужна? Да, потому что часто суточная эмиссия не дает реальных данных о средней эмиссии. То есть, бывает один день 2 миллиона эмиссии, один день 52 тысячи. И в среднем, чтобы понять, вот нужно сориентироваться, какая была эмиссия в среднем в году. Ну и это поле показывает, какое изменение. То есть, так как в этом дне было мало добыто, среднесуточная автоматически пересчиталась в меньшую сторону. И дневной пару холдеров. То есть, если вот вы, например, видите, один кошелек, вбиваете его в таблицу или в ноде, смотрите, сколько он в сутки добывает. Например, 500 монет в сутки. И вот если просуммировать у этих всех кошельков в холд-статусе, просуммировать, сколько система им планирует за сутки насчитать, то это будет 640 тысяч. Если, например, эмиссия за эти сутки сильно увеличится, то этот расчет может измениться, так как он зависит от генезиса. Ну вот по этой статистике, по кошелькам, я думаю, все. Она выгружается ежедневно, выкладывается на канале пароиндикатор. Кому интересно, может смотреть или ежедневно. Если вам не нужны эти данные, можно раз в месяц зайти первого числа на канал и посмотреть, какая была статистика в течение месяца. Потом еще недавно добавили функцию отчет по биржам. То есть выгружается также вместе с предыдущей статистикой и данные по самим биржам. То есть какой баланс сейчас на бирже, какое было пополнение, то есть сколько людей завели монеты, чтобы, скорее всего, продать. И какой вывод, то есть те, кто откупили монеты, сколько монет вывели. И так по каждой бирже. У нас добавилось недавно две новых биржи, поэтому тут еще обороты небольшие, но думаю, мы будем работать над этим. И всего, это всего сколько монет на бирже, всего сколько в течение суток завели на бирже и сколько монет выкупили или вывели с биржи. То есть я думаю, это реальные торги, можно считать, которые не накрученные. Кому эти данные интересны, также может на канале увидеть. Ну, на этом у меня все, думаю. Спасибо, Юрий. Хотел бы задать пару вопросов. Насколько много времени уходит вообще на разработку постов, на аналитику, на создание той же таблицы Excel? Хотелось бы узнать подробности, вообще с чего родилась такая идея. Как получилась такая точность, например, да? И опять-таки и с каналом все-таки мы понимаем, что заполнять каждую статистику, за что мы очень благодарны, за такую точность уходит большое количество времени. Хотелось бы узнать, какое время вообще на это все уходит у вас. Ну, изначально идея была в том, чтобы разобраться вообще, как работает параманинг. Сама формула. Наш разработчик выкладывал в чат, есть эта статья, ее можно найти, если кому-то нужно, могу скинуть. Там формулы расчета по сложному, по простому проценту. И вот на основании этих формул я хотел попробовать сделать вот симулятор, как рассчитывается параманинг, только в Excel, прописать эти формулы. У меня это в чем-то получалось, где-то допускал ошибки. И в тот момент я увидел в чате человек, который уже это проделал, прописал формулу и разобрался в ней. Я ему написал, чтобы он мне подсказал, где я ошибаюсь, в чем. Он мне дал эту формулу, и вот у меня, получается, появилась правильная формула, это на руках. Я начал ее проверять, правильно ли она считает, подставлять балансы, сравнивать с калькулятором. И получилось так, что я видел то, что она правильно прописана. И он мне подсказал, что можно, если в тот же Excel прописать API-запросы к ноге, можно выгружать балансы кошелька, балансы, структуры и подставлять в эту формулу, и автоматически будет рассчитываться параманинг. После этого я, так как в калькуляторе было ограничение в 365 дней, мне было интересно, а что будет потом. То есть, сколько дней будет зеленая зона, если у тебя прошло 365 дней. Вот после этого пришла идея сделать калькулятор. Сделав калькулятор, подумал, почему бы не сделать отчет по своим кошелькам, потому что раньше я прописывал это вручную, и неудобно, трудно затратно. Решил для своих кошельков сделать отчет. Вбиваешь свои кошельки, подгружается, и чтобы не нужно было на калькуляторе сидеть, считать, сколько у тебя добывается, например, у тебя 10 кошельков, один добывает 200 монет, один 10, и ты в итоге не знаешь, сколько у тебя в сутки добывается. Так, можно сказать, эта разработка началась из-за того, что мне это было интересно и для себя. Потом увидел то, что в чате есть спрос на эту информацию, многие задают вопросы, не понимают, и начал объяснять, и в итоге начал выкладывать эти файлы в общий доступ. Сама статистика, в принципе, не отнимает много времени, то есть сейчас она на автомате, то есть даже если я выкладываю статистику позже на канале, например, на несколько часов позже, потому что занят, то данные выставляются всегда в одно и то же время. На данный момент это 22 часа 35 минут, то есть вот время взято вот так, даже не определенно, то есть не ровно там в 10, не ровно в 11, это время можно изменить, данные загружаются автоматически, то есть на компьютере у меня запускается Excel, программа догружает блоки, которые были созданы в этот день и меняет балансы на всех кошельках, то есть делает статистику и выгружает это мне в табличку Excel. Я прихожу, делаю скриншот, текст, который под постом у меня уже тоже готов, он берется с той же таблички, я копирую текст, его чуть-чуть добавляю, формат ему и делаю пост, то есть в принципе это занимает 5 минут. Если я хочу еще выделить кошельки, какие именно были в холд-статусе или в отдельную таблицу выгрузить, иногда могу сделать это, то есть потерять еще 5 минут, чтобы посмотреть, какие именно кошельки были созданы. По биржам точно так же, сейчас сделали на автомате это, и данные загружаются, балансы. Вот один момент, вчера заметил отличие статистики, которая на призм-нетворке от моей статистики, это в выводе монет у меня чуть-чуть больше. Это в связи с тем, что у меня учитываются монеты, которые потрачены были на комиссию. То есть когда биржа выводит, она что же тратит комиссии? Вот у меня в выводе учтена комиссия. На сайте призм-нетворк только чистые выводы. Вот вся разница. Кому интересно, может проверить сам. В принципе, я пока что ошибок не нашел. Ну, думаю, ответил. Да, спасибо большое, Юрий. Вот так вот, не зря говорят, Лейн – двигатель прогресса. По-любому так и только так, поэтому рады были пообщаться с Юрием, мы рады были узнать предысторию. Это действительно такая сильная история. Вот, ребятки, у кого есть вопросы по таблице, по прочим моментам, самое время задать вопрос, потому что эфир скоро у нас подойдет к концу. Так, тянет руку, да, Валентин, сейчас минутку вижу, вижу. Все, можно задавать ваш вопрос. Так, милый Валентин, у вас микрофончики включены, можно задавать ваш вопрос, что касается темы сегодняшнего эфира. Так, пока, походу, не разобрались с микрофонами, есть что сразу задавать вопрос. Задает вопрос Михаил. В первый день красной зоны, я теряю полностью гибридный парамайнинг, или же он просто медленно замедляется? Тоже делал просчет на эту тему. Он начинает медленно уменьшаться. То есть, если у вас был гибридный парамайнинг 50%, с первого дня, когда вы выходите, он начинает плавно уменьшаться. Уменьшается он на протяжении 60 дней. И, то есть, сводится к нулю. В принципе, если вы заинтересованы получать максимальную доходность, я рекомендую сделать исходящую транзакцию в этот момент, разбить на два кошелька и начать заново. Что сам себя я услышал. Нет, это Валентин Николаевский. Валентин, подождите, пока сейчас Юрий договорит. Получается, если вас интересует максимальная доходность, я рекомендую сбивать парамайнинг в этот момент, когда наступает красная зона. Но если у вас, например, ситуация, что сейчас вам не нужны эти монеты, а вы через месяц или два хотите продать их и использовать на свои нужды, то вы можете продолжить оставаться в красной зоне, так как доходность в красной зоне тоже высокая. Просто если вы разобьете, то если пройти еще один цикл, то это будет выгоднее. С двумя кошельками дойти опять до красной зоны, чем с одним. У меня все. Спасибо большое, Юрий. Так, Валентин, тяну руку. Включайте микрофон, ждите. Меня слышно? Да, отлично слышно. Отлично, все, спасибо большое. Юрий, ну, во-первых, да, благодарю от лица всего сообщества за такой классный инструмент. Очень удобно пользоваться. Спасибо большое. Я сейчас просто находился в транспорте, у меня связь пропадала. И тот момент, когда ты объяснял, как, когда подходит вот к этим 100 тысячам блокам и не словил блок, добавлять к общему балансу, вот сбивать какие-то, докидывать монеты призм. Как еще раз это делать и для чего это делается? Ты сказал, чтобы постоянно у тебя был hold status. Можешь еще разочек мне это лично объяснить, потому что я не понял через слово. Ну, вот смотрите, например, у вас длится зеленая зона 450 дней, и у вас 200-й день. То есть вы понимаете, что вы в середине цикла, и у вас почему-то кошелек перестал ловить блоки. Вы можете там перезапустить ноду, перезапустить форжинг на кошельке, что иногда помогает словить блок. Но если вы видите то, что никак не получается словить блок, и остается мало времени, то чтобы повысить вероятность словить блок, нужно докинуть монет, которые зачислятся в баланс-холд. Да, они не будут участвовать в парамайнинге, но так как ваш кошелек уже прошел там полпути, и терять на таком кошельке hold status будет достаточно обидно, то вот как вариант докинуть, попробовать ему там 10 тысяч монет. Если не поможет 50, то есть это уже методом проб и ошибок нужно пробовать. Но когда у вас общий баланс на кошельке станет, например, не 109 тысяч, как у большинства, а 150 тысяч, у вас вероятность получить блок будет больше, и вы в тот короткий период времени сможете продолжить свой hold status, и когда дойдете до красной зоны, уже собьете и распределите дальше монеты. А когда у меня будет 150 тысяч, я разве остаюсь в hold status? Я думал, что до 110, я что-то путаю? Самое важное, это при запуске hold status, чтобы было меньше 110 тысяч, а если уже после, вы можете докидывать туда сколько угодно монет, то есть hold status не собьется. То есть эти монеты попадают в баланс hold, а те, которые в балансе hold, они не учитываются, потому что активный баланс, тот, который в таблице прописан, какой у вас активный баланс, вот он должен быть меньше 110 тысяч, а какой общий баланс вместе с hold, там не играет ровно. То есть, еще разочек, прошу прощения, сейчас я, чтобы до конца понял. То есть, получается, у меня, допустим, 108 тысяч, я 99 тысяч блок не ловлю, мне нужно с какого-то другого кошелька запустить транзакцию, чтобы у меня сбились на промайненные монеты, ушли в hold, вот эти монеты в hold, и я продолжу, получается, быть в hold status, и так или нет? Ну, не совсем. Если у вас уже 99 тысяч, то есть вы понимаете, что у вас в течение суток собьется, пропадет hold status, то есть я рекомендую самому сделать исходящую, чтобы уже вероятность того, что вы получите блок, нету. То есть, в течение суток у вас вдруг получится оставить блок. Поэтому лучше сделать исходящую и получить хотя бы тот парамайнинг, который имеете. Потому что если вы не сделаете это в течение дня, то у вас пропадет вот этот накопившийся парамайнинг на 50%. Если вам стрелок отправит монету, вы потеряете на 50% свой пар. Если же у вас есть еще расстояние, у вас там 60 или 70 тысяч статус, то вы можете попробовать докинуть на hold, и была не была, вдруг удастся стоит блок. Все, Юрий, теперь разобрался. Благодарю, большое спасибо, вы мне очень помогли. Все, ребят, спасибо. Так, следующий у нас вопрос еще интересный. Смотрите, ребят, когда вы задаете вопрос, пожалуйста, выключайте микрофон, чтобы вы не сбивали спикера, потому что бьет эхом. Вот я слышу, как Юрий был очень некомфортный в этом плане. Так, Валентина задает вопрос, так с какого баланса включается hold? Ну, hold статус с 1000 монет до 110 тысяч включается. Просто чем больше у вас монет будет, тем больше вероятность получать стабильно блоки. То есть, есть кошельки, я находил раньше, которые с 12 тысяч, по-моему, минимальный кошелек был, который регулярно ловит блоки. Но он рисковал, то есть, у него иногда статус опускался вот до 80, по-моему, тысяч. Поэтому это достаточно рискованно. Поэтому старайтесь максимально монеты иметь на балансе, тогда у вас кошелек не будет испытывать проблем с ловлей блоков. Спасибо большое, Юрий. На вопрос Александру сейчас отвечу, да, по поводу докидки еще раз монет, как она работает, да. У вас на кошельке есть 108 тысяч монет. Вы поймали hold статус, и, допустим, так получилось, что вы уже добыли там 80 тысяч монет. И вы хотите добыть до максимальной зоны, допустим, до 100 тысяч монет. А у вас не хватает времени, да, у вас буквально там 5000 блоков, что поймаете, соответственно, блок нужен, да, вам. То вы можете докинуть там 50 тысяч монет, 100, хоть полмиллиона монет докинуть на баланс. Через сутки у вас весь баланс за 600 тысяч включится в процесс форжинга, и у вас шанс поймать блок будет во много раз выше. Единственный момент, на те монеты, которые вы докинете, на них парамальник работать не будет. То есть, это еще небольшое уточнение для Александра. И да, лично я это проверял, это работает. Ребята, у кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. У нас еще есть буквально 4 минутки. Так, Алекс тянет руку, я вам микрофон включаю. Говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Так, Алекс, вам включили микрофон, вытяните руку, задавайте ваши вопросы. Если у кого-то еще вопросы, у вас есть 4 минутки для того, чтобы его задать, а Юрию было время не ответить. Я понял. Меня слышно, да? Отлично вас слышно. У меня... Юрий, у меня такой вопрос, я правильно понял или нет? Допустим, у меня кошелек баланс, и я его поставил на форжинг, ну, порядка 109, допустим, 900, там 600, не важно, 9600, 9700. Он у меня форжит стабильно. Я правильно вас понял, что если я буду добавлять на этот баланс, ну, не на форжующий баланс, я понимаю, он к нему не прибавится, а просто на баланс этого кошелька дополнительные монеты, то вероятность ловли блок увеличивается. Правильно я понял? Совершенно верно. То есть вы можете увеличить, например, как это сделала биржа Rudex, имеет 36 миллионов, ловит 70 блоков. Вот можете 40 миллионов докинуть, и вообще будет 70 блоков в сутки ловить. Просто это никому не выгодно. Но на вероятности ловли блоков, конечно, это влияет. Спасибо, понятно. Так, ну что тогда, ребята, как я понимаю, вопросов у нас к Юрию больше нет, да? Больше никто руки не тянет. Если ошибаюсь, то включайте свой микрофончик. Вот. Так, секунду. Возможно, я упустил. Подскажите, пожалуйста, как я могу отслеживать, сколько блоков добыто уже после последнего сфорженного блока? Александр, откройте, пожалуйста, таблицу, откройте запись эфира в Ютубе, вы сможете посмотреть. Там есть вкладочка статус. Вкладочка статус написан на тот момент, когда вы ловили последний раз блок. То есть эфиры зальем буквально там, думаю, в течение часа-двух часов. Вот. Что я хочу сказать? Юрий, вам огромная благодарность. Вы очень такой крепкий криптоэнтузиаст. Если бы я не был. Мы за это огромного вам благодарны за ваши ресурсы, времени, самое главное, да, то есть затрачено большое количество времени, усилий, труда. Вот. Ребята, поддержите, пожалуйста, комментариями в продвижении призм, да, насколько вам понравилась таблица, кто уже ей пользовался, кто не пользовался. Если у вас есть какие-то предложения, можете писать на канал Параиндикатор, я его скинул, соответственно, в комментарии. Вот. Давайте поблагодарим Юрия. Юрий, вам еще раз огромный респект. Вы очень клево поработали. Мы пользуемся таблицами, загрузились на портал наш. Поэтому все, кто не пользуется, пожалуйста, начинайте пользоваться. Если вам нужны какие-то доработки, то пишите ваши предложения. Может быть, что-то можно еще там добавить интересненького. Вот. Так что, Юрий, вам слово, и будем завершать наш текущий эфир. Ну, извиняюсь, конечно, за связь. Первый все-таки вебинар мой, но если будут у кого-то вопросы, обращайтесь. Всегда открыт, готов подсказать. На канале комментариев не включал. Можете писать в официальном чате. Я думаю, у нас чатов и так достаточно много. Это более информативный канал. Поэтому всех благодарю за внимание. Ну, и до связи. Спасибо, Влад, за то, что ты делаешь в монете. Вместе, я думаю, мы прорвемся уже. Я думаю, результат у нас достаточно хороший и будет еще лучше. Да, ребят, по-любому напоминаю, что эфирем пришел на Proof of Stake, а значит, мы находимся с вами на очень правильном и верном пути. Микрофон не включил. Ну, в жизни так бывает. Еще раз спасибо, Юрий. Да, действительно, за призму, думаю, огромное будущее, огромный потенциал. Тем более с тем, что у нас появляется много крепких, сильных, умных крипто-энтузиастов, да, и бизнесменов в том числе. То есть у нас становится действительно много. На эфире сейчас больше 130 человек. Вот на YouTube у нас там более обычно 2000 просмотров. Но самое главное, что обратили внимание, что эфирем пришел на Proof of Stake, а мы уже на Proof of Stake работаем более 5 лет идеально. Поэтому, я думаю, мы сейчас покажем очень хорошо и достигнем заслуженной цены за монету призм. Так что, ребят, всех обнял. Спасибо еще раз Юрию. До скорых встреч. Не забудьте поблагодарить Юрия на нашем канале продвижения призм. Да, и скоро мы вложим ролик на YouTube. Всем спасибо. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова